всем привет с вами барин и сегодняшнее видео мне бы хотелось сделать как своеобразный ответ рубрики как раз таки дмитрий с канала эму геймер под названием во что мы играли на зимних каникулах вот ну и соответственно чего можно начать дело все в том что в какой-то степени мне свое время очень сильно не повезло что на все зимние каникулы я уезжал приблизительно наверно дней 10-12 вот так вот санаторий получается вместе с родителями это где-то все продолжалось 96 по 2003 год но где-то наверное начиная года с 99 ситуация немножечко улучшилась потому что где-то в конце 98 года в этом санатории открылся так называемый компьютерный класс ну то есть как это можно в общем-то выразить то есть он был похож на компьютерный клуб то есть там стояли компьютеры грубо говоря даже не помню по моему то ли 8 то ли 10 машин в основном все это были intel pentium 1 где-то по наверно 100 133 166 мегагерц вот с 98 windows установленным вот на них значит были некоторые игры предустановленные а некоторые игры приходилось брать на дисках у администратор ну то есть там так скажем был такой свой администратор который за центральным столом в конце скажем так этого класса сидел вот и у него где-то такая небольшая коробочка была с играми на дисках вот нужно было подойти у него соответственно и взять вот этот значит класс получается был бесплатный притом для всех но самое что интересно то есть там нужно было приходить перед его закрытием оставить очередь и записаться на следующий день для игры вот и значит чтобы это как скажем так сделать вот то есть давали такие талончики с точным временем то есть которое нужно было потом прийти и сдать их администратору вот и соответственно даже помню так что там получается были соответственно отдыхающие и были местные потому что вот этот как раз таки так называемый санаторий или дом отдыха он находился где-то в петровском вот и значит меня помню даже где-то в году наверное 2000 нам чуть не побили местные чтобы у меня этот билетик отобрать потому что им уже билетов не хватило вот и значит из игр что я там помню было то есть точно там значит у него установлен второй дум первый квейк дюк нюкемы то есть там был первая вторая и третья часть то есть дюк нюкем 3d вот я даже помню что первого сначала поиграл в первого именно дюка нюкема то есть я уже только потом так скажем поиграл в дюк нюкем 3d после именно первого дюка вот точно помню что как раз таки на дисках у них был старкрафт и пул трутал то есть можно было взять их поиграть как раз таки вот помню было были братья пилоты вот это кстати единственная игра которую я там умудрился пройти вот полностью вот и значит очень я любил играть такую игру как командос вот но так получилось что администратора диска с этой игрой не было а это то ли такая была защита от пиратства то ли соответственно пираты так криво поломали саму игру что игра значит без диска не сохранялась вот и максимум за час я где-то миссии до четвертой умудрялся пройти вот значит но очень любил эту игру то есть приходил почти каждый день в нее ну играл если она может там надоедала пробовал во что-нибудь другое вот то есть я уже потом из дома некоторые диски приводил как раз таки администратору то что может он там какие-то игры поставил бы но он говорил что компьютеры слишком слабо их просто не потянут вот и в 2003 году то есть последний раз туда съездив мне как раз таки перед самым новым годом в декабре еще 2002 года одноклассник дал поиграть такую игру как James Bond Nightfire то есть он тогда был от фаргуса или сделанный под фаргус но тем не менее игра была полностью переведена на русский язык то есть даже была озвучка русская кстати очень даже неплохая вот и получилось так что когда я вернулся из санатория объявили что из-за сильных заморозков нам каникулы продлили то есть каждому позвонила наша классная руководительница и сказал что школу идти не надо то есть и где-то около недели я еще сидел дома помню играл вот как раз таки в этот Nightfire его соответственно проходил вот потом значит на новые года обычно мы с родителями ездили кому-то в гости то есть эта практика наверное чуть ли не до конца двухтысячных годов проходила вот и уже будучи подростком меня повезли в гости где кстати было две девочки сестры семья вот у них тоже был компьютер они тоже любили во что-нибудь рубиться на нем я привез два диска то есть это бладрейн и син это бладрейн еще была с вырезанными на одном диске с вырезанными роликами всеми вот значит мы их поставили то есть играли в эти игры вот еще раньше где-то с двухтысячного на 2001 год я тоже по меня тоже повели кому-то в гости на новый год помню там был парень у него был компьютер но такой слабенький то есть там intel pentium 1 по моему 133 мегагерца вот и я с собой принес тогда диск от фаргуса или под фаргус заделанный хороший вопрос это 150 лучших игр на русском языке в основном там были игры начала 90-х годов вот и точно помню что мы с ним поставили вторую дюну дюна 2 мы в нее вот играли в новогоднюю ночь играли мы в первой лари как раз таки это вот такой квест был от сиры и играли мы как раз таки в томрайдер то есть там была первая томрайдер но с вырезанными роликами и вырезанной музыкой вот то есть там она еще в таком была переводе как и известным как тамбовский рейдер вот ну если мало ли кому-то интересно при том нам почему-то так и не удалось включить в этой игре звук то есть не знаю чем это как бы было связано вот но как-то она очень без звука шла то есть приходилось играть так вот еще я помню что в конце двухтысячных годов наверное это был год 2008 себе купил сегу ну точнее это было и и скажем так очередной клон уже новодельный но новодельный имеется где-то наверно начало середины двухтысячных это было магистр драйв вот но с внешним дизайном как у оригинальной сеги вот я помню что где-то тогда 31 декабря 2009 года ко мне пришел знакомый гости рома если смотришь это видео тебе привет и мы с ним тогда играли всю ночь новогоднюю motor combat 3 ультимейт на сеге вот потом я помню что в 2011 году в декабре я себе купил playstation 2 вот и одной тогда из первых игр на нем которые я еще в 2011 году успел купить была игра кастрелвания the cure of darkness вот и в новогоднюю ночь с 2011 на 2012 год я играл именно в эту игру кстати так до сих пор ее не прошел у меня еще сохранение на карте памяти остались именно с тех лет вот потом значит я играл соответственно уже в 2012 году в motor combat 2011 11 11 года так называемый motor combat 9 как раз таки на третьем playstation и который я себе в декабре 2012 года успел прикупить и в принципе все наверно новогодние праздники я играл вот в эту игру и могу еще вспомнить что в 2015 году 31 декабря мой друг и подписчик владимир вова привет если смотришь это видео подарил мне как раз таки игру на 3 playstation это silent hill homecoming который я давно хотел поиграть и и вот собственно начиная с 1 января и где-то почти все наверно новогодние праздники я ее как раз таки именно эту игру и проходил ну пожалуй принципе все что такое могу вспомнить с играми и новым годом связанное с вами был барин до новых встреч огромное спасибо дмитрию за флешмоб